Продолжение следует... 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 Нет, продавай здесь где-то там уже свиньям, баранам, коровам, сюда не пойдет. Так? Да, так. Серьезно? Да, серьезно. Подходить. По барабашах приезжали, наверное, в пятницу, что ли, были там снимали они. Но это потом заключение сделать, анализы сняли по полям. Какие он там ячмень, что у него еще есть, горох. Что, экспертизу делаешь? Да. Прямо на шиницу берут. Экспертизу делаешь. Прямо там или прям берут, а потом... В лабораторию. В лабораторию, там анализы лаборатории дают. Годно твоё жирно? Частники это или государственные? Ну как, государственные, наверное, на экспорт. На экспорт, а что? На экспорт. Жирно, которое ты можешь... Китай будет покупать. Китай, там еще другие страны какие. Да помоги Богу. Это, значит, делает вот такое. Так, сзади. Нам деньги нужны. Да. Что? Можно спросить, вот почему в канонах, вот, в основном, вторая песня, нет, сразу первая, третья потом идет. Почему нету второй? Первая, третья. Так установили. Вторая песня читается только Великим постом. Значит, там, может, по ее состоянию может быть что-то такое, значит, вот так установили и все расчет. Православные так любят вот все усложнять и прям хлебом не кормим. Не православные, а монахи. Монахи православные. То, что было сделано, сделано. Тебе не нравится, не читай. Хочешь читать, читай вторую песню. Можешь читать вторую песню. Можно петь. Ну, да идея. Ну, вот нет. Ну, мне так установили. Единственное место, великое место в Романасии, и они его не читают и не знают. Многое что-то, ну, думаешь, ну, почему так нельзя было? Ну, так установили. Ну, что, Романасий. Не, конечно. А почему у вас эта одежда вот такие вот, 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 вот одеваете? Да, да. Я православный, я пришел, уже так было, я, что, может быть, когда-то было и по-другому, но так сегодня каноны, так, вот, посмотришь, вчера смотрел, я по Спасу было, патриарх служил на преображение там. Он зашел, как его одевают, выносят по этому, это бывает так, что на приходе, вот, было епископа, так было одевать епископа. Одни, вывод на блюде, там, выносят, там, нижние, подрижник, выносят следующие, там, епископа, 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 все это отдельно по этому, а другое, там, которые выносят эти, бывает, что нет, они перепутали. Надо еще нижняя, он уже выносит метру, то есть шапку эту, ну, тогда... Получит. Там уже будет сем. Получит, да. Жезлательно. Правильно сделаешь. Точно нужно делать. Одежда должна быть то, что одно за одним, то, что... Потому что на это, в это время, пододьякон читает молитву на каждую отдельную, молитву на каждую одежду читает молитву. Пододьякон. Громко так, он, чтобы слышно было всему правду. Вот почему? Ну, так установили, так, устав такой сделали, и что? Исполняли все. Исполняли все. А он везде был. Я думаю, что нет, устав везде есть. Устав есть даже у животных. Смотришь, как вот это, животное даже. Жестой выгоняем коров. Они же ему не видели друг друга. За это время подросли, там, другие уже, как сказать, призывной возраст подошел. Начинается, первый день идет установление... Иерархии. Иерархии. Все. Первый день они перебудали, все установили. Одна, значит, там, Устиновская, значит, с такими врагами все. Она уже все. Это, как говорят, пахан. Среди баранов даже есть такое. Мы пошли, когда баранов отец брал, но было, может быть, 700-800 баранов в деревне, со всей деревни. Вот. Нужно перегнать через лох на ту сторону. Там лучше трава, там. Они не идут, там ручей, небольшой ручей. Они никак не идут. А мы знаем, кто из них предводитель. Мы поднимаем, подкрадываемся, ловим ее на ту сторону, перетаскиваем ее. Один ее держит, она орет. А, ну все, тогда они кинулись, друг друга давят на ту сторону. Идут. Все. За ней, потому что... Какой она подала голос. Да, да. Вот так вот это... Это же женщина, да? А? Это же женщина. Ну, женщина. Их отдельно, да, водят? Быков, и коров, и баранов отец отдельно водят? Или все вместе? Ну, бывает. Мы пошли небольшое, а то вместе. Когда большое стадо, то отдельно. А это у нас вот были в дикпотерярике, то вместе пошли. И баранов. Но они все равно так ходят, бараны как-то немножко стороночкой, но... В одном стаде было. Да. В одном стаде было. Поэтому везде, устав есть повсюду. Везде. Рассказывал как-то по Радио России, я слышал, как муравьи. Исследовав муравьев, как какая у них иерархия. В одном муравейнике может быть несколько кланов. Там это, эти, эти. И у всех свой предводитель есть. И все назначены то, что делать. Кто там назначен предводитель? Эти выпаривают яйца. Что это расплод. Другие, значит, охранники стоят там. Третий на работу. И вот идешь так вот, дорожка, и муравьи куда-то ходят, и прям протоптали дорожку. Видно, канал. Трясающий. Наблюдай, смотришь, один муравей взял соломину, ну, раз, наверное, в десять больше себя. И он упирается, немножко, навстречу друг, трое разворачивается, подхватывает его и... Помогает. 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 Пошли, значит. Донесли до туда, значит... Что-то бросил, он там еще с ней все труба, они развернулись и пошли, им надо куда-то было идти, указания... А со пчелами, как у пчел какие-то там, возьмите, кто пчелова там... Вообще там, это все, матка там, а у матки, телохранитель есть у матки, который ее охраняет, чтобы никто ее не обидел, матку. А на яйца откладывают теперь те, которые там машут крылышками, чтобы там это все было. И ей не жарко, чтобы было, ее тоже там опахивают. Фильм чужих. Да? Охранники есть, которые чужих пчел прилетели, еще у него пчел, они их гонят, куда лезете вы это? Бывает, что те, если сильнее чужих, то могут этих, значит, охранников... И тогда разоряют, это не то разоряют. Матку убивают и все. А матку убили, все, семьи нету. Все, матки нету, все уже, семья нету. Разведчики у них есть. Потом прилетают и писать танцам, показывают, куда надо лететь, сколько туда, вправо. Вправо, влево, туда. Пробовали так сделать, что кто-то говорит, что когда прилетает пчела и делает какие-то там геометрические фигуры. Надо лететь. Ну и исследовали, вот так вот вроде бы, так. Сделали пчелу, значит, искусственную как бы. И вот там поставили чашку с медом, значит, ну и как они рассчитывали. И потом в Азиуль это, эта пчела проделала какие-то эти фигуры-то, как бы лететь только с чашки. Но ни одна пчела не полетела. Ни одна. Никто не полетел. Там что-то они говорят, когда это, они издают какие-то звуки. Как бы голос какой-то есть. Еще и запах. Да. И запах, и голос. Значит, только так. Они понимают, ага, и лететь надо в том направлении. Там есть, значит, медосбор где-то. Понимаете? Поэтому... Еще говорят, что мед это под пчел. Под пчел. Как скажет кто-то. Меда цветов. Ну представьте, сколько она принесет на лапках. Вот. Тоже было, наверное, сообщение. Пчеловоды. Там был праздник как-то. Медовый спас. Медовый спас. Да. Медовый спас. Ярмарка была медовая. И вот они, значит, пчеловоды. Один, значит, говорит как. Ну, сколько, говорит, вы можете собрать? Ну, при хорошем погоде там и все. Можно флягу меда. Одна семья. Одна семья. Одна семья. Ну, в этом году, говорит, плохо было. Ну, по 25 килограмм семьи. Пчела несет там миллиграммы на ножки. Да, конечно. И натаскивает столько. А семья это улей или улей? Да, улей. Улей семья. И вот они натаскали, они забили все эти ячейки. Так они не только там ващину стоят. Там тоненькая ващина. Но на ней нарисованы эти как ищейки. Они теперь ищейки все выравнивают, вытягивают на одно. Уровни. Уровни. Не так, что одна длиннее. Все на одном уровне. Теперь их заливают медом. Когда залили, теперь они сверху запечатывают воском. Чтобы мед не вытекли. Вот тогда можно, тогда мед совершенный, тогда можно качать. Другие пчеловоды торопятся скорее, чтобы больше. Еще они не запечатали, выкащивают мед. А мед этот, он, кажется, молодой, невызревший. А, недозревший. Да, недозревший. Он долго храниться не будет. Годами. Вот. А он должен быть, потом это, когда медогонку качать, это потихоньку срезают пленочку эту сверху. И ставят рамку в медогонку. И медогонку крутим мы ручной. Сейчас я посмотрел. У него все электрическое сделано там это. И срезает там, срезает это тоже электрический такой аппарат. Он знает, она ровненько-ровненько он срезает. Он срезали ножом, такой нож. Здесь он немножко изогнутый такой. Это все. Так что, братья и сестры, везде есть порядок, который установил дворец. Установил, там такое должно, там такое должно быть, а там такое должно быть. Молебен обучающихся когда был? Ну вот я приеду, наверное, на воскресенье и делаю. В воскресенье. В следующее? Да, в следующее воскресенье. Здесь у нас сегодня, какое у нас? Двадцатая? Двадцать седьмое будет воскресенье. Двадцать седьмого. Двадцать седьмого после этого. Значит это. Только никто, никаких этих, на квартиру никто не это, не назначайте. Только если кто там присмелит. Потому что я сразу после этого, сразу на автобус, мне чтобы все ночные, в четырем часам успеть домой. Так, теперь с этим. Некоторые высказывали мне, говорят, может на четыре часа перейти там, чтобы на час пройти. Я говорю, ну, как скажете. Мы в Потеряевке перешли. Но там связано со скотиной, значит там, что? Что за седло? Значит, остаемся как было, на пять? Ну, может, седа после престольного, да? Ну, вот так. Ну, давайте так тогда все. Пока надо остановиться. На месяц откладывать, да? Пять часов. Пять часов. Пять часов. Засчитать. Ну, там что, два часа, там пять-семь, еще седло будет. В сентябре. Да. Еще седло будет. Еще две недели хорошей погоды, говорят. Будет? Что? Ну, вот и все будет. Дай Бог, что было, конечно. Завтра солнышко будет. Да. Когда солнышко было, роптали. Ой, жара. Да да что ж это, какая, ну, что ты. Дождь пошел опять хороший. Да что ж это такое? Все хорошо. Не, 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 не. А что веру эту устанавливать будет? Ты будешь устанавливать эту веру? Или Господь Бог? Господь. Сейчас уже в конце уже. У нас сейчас нет вопросов, что вы еще занимаетесь? Спасибо за субтитры. Матушки поклон. Совсем потеряется. Вечерначки поклон. Да. Что там и как долбанул. Что она не седает сюда? Да. Там много их. Собирается она на неделю дешевые. Мало интересное. Надо есть. Пусть в воскресенье-то там у нас задержатся. Мы хоть посмотрим на неделю. За яму молодца горит. Ха-ха-ха. Хочу сказать, что я не знаю, но толкование очень большое. Скажите, как надоест? Да. Ну, короче, только два-три листа. Итак, первая корида, ну, девятая глава с первого стиха. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым». Пакование, блаженный Катулар. «Столь долго рассуждал об этой службе прежде, и снова намереваясь беседовать о ней же, говорит, что для него излишне писать о ней. А делает это мудро, чтобы более привлечь их. Ибо когда Павел имеет такое мнение о них, что для них не нужен совет касательно милостыни, то им стыдно было бы оказаться в последствии ниже доброго мнения о них». «Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года. И ревность ваша поощрила многих». Ахайя – это целая область, там много разных городков. Это Малая Азия, там десятка. «Я и сам знаю, говорит усердие ваше, и не только знаю это, но хвалюсь перед другими, что готова вся Ахайя, а не один Каринф. Каринф – это город только один. И что ничего не остается, как только, чтобы пришли к вам собирающие милостыню. Итак, мне стыдно будет, если похвалы мои окажутся напрасными и ложными. Выше, говорит македоняне, доброхотные просили нас. Как же теперь, говорит, и ревность ваша поощрила многих». Он не сказал всех, но многих одни доброхотные и просили нас, а другие были возбуждены вашей ревностью. Ибо многие нуждаются в побуждении. Иначе мы не советовали им, не убеждали их, а только вас хвалили. И этого достаточно было к их убеждению. Смотри, как побуждает и Каринфян, примером македонян, и Македонян, примером Каринфян, выговорит, сделали с учителями. «Для них не окажитесь же учителям уже учеников». Да, кстати, Ахай – это в Греции немало из них. Это в Греции. Поэтому Каринф – это один город, а Ахай – целая область. Поэтому тут и противопоставляется. И македоняне тоже, там целая область Македонии, а не один какой-то был. То есть много было в общем. Третье стихо. «Братья же, послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною всем случаям, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены». Толкование блаженых этого. «Себя самого делает как бы членом Каринфянской церкви и беспокоится о ней. Ибо, поскольку я похвалился вами, то убоялся, чтобы не посрамиться мне. И потому послал братьев, чтобы похвала моя не оказалась тщетною. То есть да не избыть, изобличиться похвала моя вами, как пустая и напрасная. Ибо я, восхищаюсь вами пред всеми, хвалился и пред ними. Итак, если покажете себя не такими, стыд будет общий. Впрочем, не во всем, а только всем случае. То есть да, не посрамлюсь в одном предположении моем касательно милостыни. Но чтобы были приготовлены, как сказал я, и македонянам, что в Ахае уже все готовы и ни в чем у них нет недостатка. Просто скромность апостола поражает. Он же как бы их отец духовный. Он эту общину сотворил, можно сказать. Ну, через Господа. И однако, как он обращается? И говорит так, что, ну ладно, в милостыни даже, если вы будете не такие усердные, как я думал о вас. Ну, в другом-то вы точно усердные. Ну, а в чем? В изучении Слова Божьего, в проповеди и так далее. В вспоможении хотя бы своим. На самом деле, конечно, это он говорит. Понятно для чего, чтобы возбудить ревность. Четвертый стих. И чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас неготовыми, не остались стыдемы. И не говорю «вы», похвалившись в такой уверенности. Снова обращается к тому же и с большей силой выражает беспокойство, убеждая их человеческими соображениями. Ибо больше стыда, когда кто срамится пред чужими лицами. Может быть, говорит, вы рассчитываете на меня, как знакомого вам, но подумайте о македонянах, которые, быть может, придут со мной, что вероятно, и найдут вас, не сказал нежелающими, но неготовыми. Ибо и то стыдно, если вы не готовы и скоро не можете собрать. Тем более стыда, если вы ничего не собрали или собрали менее надлежащего. Но, говоря, чтобы не остались в стыде мы, не говорю «вы», похвалившись такой уверенностью, смягчает речь свою «не во всем, то есть, постыдимся, но только хваление относительно милосты». Ибо прочее, касающееся вас, безукоризненно, говорит же это для того, чтобы польстить им, но, скорее, не для того, чтобы польстить, но для того, скорее, тем, чтобы сделать их более усердными, дабы похваляемые во всем и в этом не оказались недостойными похвалы ниже самих себя. Словами «не говорю вы» показывает, что они больше будут посовернены, нежели он, ибо это их грех. Под частью же разумеет основание или самое дело или существо похваления. Пятый стих. Вторая корень. А, это вторая корень. Она первая. Ну, первую надо, я тоже прошел, не то читаешь. Ну, я тоже, думаю, побоялся. Ну-ка, давай, если. Ну, все еще раз. Почитай сколько-нибудь, да и... Первая корень, я вторая. Думаю, все такое вроде не читали. Думаю, ну ладно, в православии все странно. Ну, читай уже дальше. Дальше читать? Ну, конечно. Ну, тут много. Ну, сколько там? Какого-то момента. Да, я думаю, тут одно и то же все понятно уже. Господу слава Веке. Ну, Господу слава Веке. Аминь. Первая корень. Подождите. Вторая корень. Братья и счастья, я прошу продолжить молитвы, я еще в стационаре нахожусь. Аминь. 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 Вот, еще не все. Ничего вылечу. По грехам мои Господа желает мне. Я всегда радовался, что мне удается еще обгонять кого-то. То есть, не хотелось, чтобы спереди меня никто не шел. Это первое. Второе, поклоны теперь не могу делать зимой. Ну, слава Богу. Отвечки есть. Слава Богу. Сестра у меня, Надежда, тоже там сверзлась, порезала там на бочку, с бочки там упала. Ну, как храбрица, да, Надежда. Тоже болячая. Ну, как я уже просил вас молиться, прошу продолжить молитву о моих родственниках, вновь образовавшихся. Денис, Наталья и Надежда. Денис еще там находится в месте неопределенном. Не прошел еще комиссию. Поэтому не знаю, как просто все там определить. Но главное, это не то, чтобы он там был комиссован или... Главное, чтобы он обратился к истине. Чтобы эта истина не прошла мимо него, чтобы он открыл дверь к Иисусу Христу, обратился и чтобы не упал только на свои силы. Ну, и укрепил его жену, Наталью, которая вроде как обратилась, вот, читает Священное Писание в толковании Эфилакта Болгарского, которое послал ее. Она крещенная? Главное, Надежда. Говорит, что крещенная. Главное, Надежда, его мать. Это моя премьерная мать. Слава Богу, что мы видим сегодня артистки в комнате. Они одинаковые. Она на работе. Она приехала, и утром в четверг приехала, и тут же пошла дамку. Слава Богу, что брат Иоанн, брат Нейстер и... Мы говорили, что она в четверг. И в России, и здесь, и тут же... Никита Грек, он вернулся? Да, да, да. Спасибо, Христос. Да, мы видели как Никите к путешествующим, он был здесь, по работе в Казахстане, в Астанале, в Аладаре. Галя путешествует тогда? Да, Галя путешествует. И вся ее семья? Да. В деревне где-то. Александр со всеми детьми. В деревне, наверное. Как унистарнило? Расскажи, пожалуйста, на Иоанну. Иван, да, Иоанну. Смотрю на Иоанну и говори на Иоанну. Кто еще не знает, я работаю сейчас в второй больнице скорой помощи на Малахово 53. Остановка называется больница шинного завода. Я работаю именно в второй больнице скорой помощи, пирогическое отделение, работаю санитаром. Ну вот последний месяц, вот этот, который сейчас идет, август, получается... Это больница человеческая? Да. В общем, в этом месяце так у нас расписание поставили, что у меня получилось, что я работаю четверг-суббота, а у нас, получается, вторник и четверг с утра по следующий день до 4. Дня и вечера, кому как. У нас дежурные дни. Это значит то, что к нам скорая помощь привозит всех больных. То есть, кто скорую вызывает, к нам всех всех больных привозят. И так как чаще всего требуется либо срочная операция, либо их всех отправляют к нам в хирургию. И так получилось, что я работаю как раз таки по графику в четверг. Если у нас обычно сутки-двое, сутки-трое, то в этом месяце меня распределили так, что я работаю в четверг-субботу. То есть, буквально сразу через сутки. И работаю я сутками. То есть, 24 часа два дня отдыхаешь. Ну, когда вот работаешь сутки-через сутки, это очень тяжело. А кто-то отмечает, что ты пришел там, не пришел? Да, конечно, это все отмечается. А кто же вас контролирует? Военкомата кто или как? Нет, это получается, мы, получается, стоим на учете у... О-о-о, полностью. А-а-а. Так, ну... В начме, да? В отделе кадров есть, которая за вот это все отвечает. Ну да. Вот они, получается, отчитывают. То есть, получается, я... Так у тебя переработка идет большая? Двое суток уже 48 часов. Как оно? В неделю. На неделю. На неделю. В неделю 40 всего получали. Так, а вам что-то платят или работают? Да, платят. 20 тысяч платят, по-моему. Может, больше, потому что вот последняя зарплата и получка была 11 тысяч. А спецодежду не выдают? Выдали. У тебя военная спецодережка? Нет. Санитарская. Вы же санитарная. Ну, халаты, видать, там эти, шапочки. Тяжело работать. Вас обедом кормят? Кормят. И завтрак, и обед, и вот. Отлично. Нельзя там устроить. Это очень тяжело. Там очень тяжело работать. Контакт не комбатичка. Ну, давай, контактика. Там, потому что за день выматываешься, потому что они привозят пациентов не только днем, пациенту еще привозят и ночью. Там вот буквально... Не помню еще раз. Да, тут буквально вот ночью спать не ложишься, потому что ты только ляжешь, все, тебе приходит медбрат, говорит, давай пошли, у нас работа. То есть надо и пациента отвезти в операционную. Пациент приехал, его сразу в операционную отвезли. Повез, побежал этот, анализы в лабораторию отнести. Потом сбегать, забрать эти анализы. Потому что, да, результаты анализов. Потому что срочно результаты... Бывает так, что ночь прошла и тебя ни разу не вызвали, может все... Да, такое бывает, но это именно чаще всего в неприемные дни. То есть вот в основном считается почему-то, что выходные, вот суббота, воскресенье самые простые. Но вот последние две недели я в субботы вот эти, когда работал, вообще не отдыхал. Буквально вот последнюю неделю, получается, прошлую субботу умудрился так уработаться, что у меня уже одна нога хромать начала. Это при условии то, что я постоянно, когда у меня выходные, гуляю по лесу минимум по несколько часов по лесу. Пересеченная местность, блин. Ветки переходишь, перешагиваешь. Несколько часов, нет, я не устаю, в лесу гулят. Тут, блин, сто метров каких-то коридора. Я урабатывал, урабатывался так, что вот буквально хромал под конец. Зиманя, ты вчера работал, нет? Нет, я вчера не работал, я на больничном сейчас. На больничном? А я убедился где-то, то ли урви подцепить, то ли что, потому что меня вот конкретно так... Ты прям взял больничный, там, в драконкте? Но у меня температура 38 была. Ну это и у себя, на Власихе, в больничном. В больничном? Да. Там можно? По времени, сколько лет? Сколько лет работать тебе? 8, год и 8 месяцев. Это, получается, я в понедельник, у меня как раз в воскресенье, домой приполз. Потому что буквально приползаешь домой, часу к 9-му, 10-му, падаешь, все, и вырубаешься до обеда. В обед просыпаешься, поел что-нибудь, по дому поделал, все, снова вырубился. И так вот до вечера. В чем больница будет делать, когда у тебя служба кончится? Бабушки-то не управятся. Лен, у нас с санитарками работают как раз бабушки. Да. И есть семьи десятилетние, вот у нас одна, Инна Александровна работала, кто в отделение пошла. Я ее вижу, она такая маленькая, кукленькая, бежит с этой каталкой, с этими пациентами, носится ночами целыми. Поэтому, Ваня, тебе, молодому-то вообще стыдно жаловаться. Мне самое интересное... С непривычки, что с непривычки... Нет, нет, так я уже третий месяц работаю. Мне самое интересное, что у нас там тоже есть одна бабушка такая, но она, как сказать, с пациентами какая-то грубовато общается, ее почему-то очень не любят. И часто называют, это, второй главврач. Я так называю, просто еще у нее такой. Потому что вот командует просто ой-ой-ой. И она как-то умудряется сделать все... Я вот даже вот в нерабочий, не этот, неприемный день умудряюсь как-то сделать так, что вот буквально впритык все делаю. Успеваю все сделать все свои обязанности. Она каким-то образом еще успевает позавтракать, этот... Это... На марафет, на весь... И я и сидит, уже приходишь, она отдыхает. И одно из двух, либо она работает в режиме Игнатия Тихновича, либо она в чем-то меня обманывает. Потому что я не знаю, как она успевает все сделать. А после четверга трое суток у тебя выходные получается? Нет, после субботы. У меня четыре дня выходных. Брат, постарайся не делать лишних движений. Суета не нужна. Да. И с молитвой все. Да. Ну и не нужно быть спокойным, вот в этом деле. Спокойным. Спокойным. В том-то и дело, что самая радость, что у меня хвалят все. Слава Богу. Причем не только медработники, еще и пациенты. Они говорят, что я самый у них спокойный, самый трудолюбивый. Потому что некоторые, это мой напарник, например, его жалуют за то, что у нас обязанность, пока мы дежурим, нужно помыть полы. В палатах. Это 20 штук у нас палат. Пять койко-мест. Это получается, приходишь, отодвигаешь все ящички, все под кроватьем, все тщательно промываешь. Потому что там вот даже вот вроде приходишь, чисто, ничего нет, ни хвалинки. В итоге собираешься в такой комок волос, грязи и всего. Разве не уборщицы делали? Это санитария. Это санитария. Это санитария. Это санитария. Это санитария. Уборщица в больнице называется санитария. Ваня, вот ты в тот раз не пришел как-то, Виктор Андреевич, тебя не было. Он вспомнил ситуацию, что сказали. Ваня с дежурством, поэтому он в храм не пришел. Ты сейчас, так как ты дежурант, и я вот дежурант, и он дежурил. То есть это всегда будет выпадать. Либо суббота. Либо суббота. Я прошу, чтобы не выпадало. Либо воскресенье. Это будет обязательно выпадать. И большинство выходных будет выпадать. Если ты будешь вот это использовать как предлог не ходить в храм потом на следующий день, ты в храм не будешь ходить месяцами. Ты сейчас пришел только благодаря тому, что ты на больничном. Получается, тебя будут выпадать просто целые месяца. А если еще один раз придешь, потом батюшки нет, вообще с батюшкой тебя забудут, как ты выглядишь. И вот Виктор Андреевич рассказал, что он учился в институте и со своих смен с дежурств ночных бежал на лекции, на занятия, на целый день. Поэтому, если все-таки есть силы, ты после работы полчаса опоздал и перебиваешь. Так, выслушай, выслушай, Ваня, выслушай. Ваня, выслушай. Опоздал, ничего страшного, но ты все равно здесь был, был в общении, успеешь на литургию верных, потом здесь на собрании и потом уже решай там оставаться или бежать поспать, отдохнуть. Да, а вы двое оставайтесь, а он пускай спит. Иначе ты просто будешь выпадать. У меня сегодня было очень тяжело. Поддержки. Можно сказать, из пяти пунктов на четверку по загруженности было дежурство. То есть у нас бывает там три, пять, десять подборов. У нас вчера было двадцать групп, было десять подборов. И это достаточно напряженно. То есть мы практически не выходила из кабинета лаборатории, где вот это я все провожу, плюс еще по отделению ходила. И то есть у меня даже мысли нету, что я в храм не поеду. Как я не поеду? Ну иначе я тогда вообще никогда. У меня почти все субботы выпадают. Либо воскресенье. А ты вспомни, как я за тобой заходил в Тогуле. Из тайги выезжал пятьдесят километров. За тобой заходил. У меня тебя женихом-то назвали, что я свой жених. Да нет, не назвать они кто-то. Да ладно, не называли. Не называли. У меня один жених есть. Я с твоим папа познакомился только поэтому, наверное. Мы сейчас про Иване говорим. Ну я понял, да. Про то, что старайся все-таки храм не пропускать. Будет работа такая напряженная. И смотри на эти бабушек. Как они все успевают. А они еще, может быть, на вторую работу и трупы бегут. Вот эти вот. Главная мысль в речи сестры Надежды в том, что не давай себе повода сказать, что я так устал. Имею право пропустить. Имею право, да. Имею право не пойти. Ваня, все прошли эти ночные смены. Да. Если б ты на буровой простоял, как я стоял. Так тебе сколько, 21 уже? А я с 18 лет на буровых там уже. И просто доходил до... Там дизель работает. Дизель 350-400 лошадей. И я около него падаю там в эти тряпье. Фуфайки. И сплю после ночной. Встаю. Голова раскалывается. Дизель-то работает. Уже там следующая смена дневная. И я встал и пошел тоже. Полискул пошел. Это в горный алтарь. Ну, я думаю, Ваня все понял. Молодец. Главное держи, чтобы у тебя хорошее было мнение. И ты не забывай говорить, что ты... Потому что ты верующий. Поэтому ты такой добрый, ответственный. Потому что я христианин, так и говорил. И пациентам всем. Набери вот здесь вот в коридоре визитки. Ты прямо на тумбочке визитки оставляй. Там их много коробок стоит. Замечательная позиция в плане проповеди. Тебя поблагодарили, Ваня. Какой ты молодец. А ты возьми раз и визитки оставляй. Возьми маленьких Евангелий. У нас их много таких прям тоненьких. И просто раздавай направо-налево. Нет, не просто так, чтобы выпросили это. Будете читать? Направо-налево. Будут. Все будут. Одна коробка всего гидеоновых осталась. Да не гидеоновых. А вот, которые отдельно там Евангелие. Я сам, кстати, объявление сделала. Юля заказала, просили у многих красные Евангелия. Потому что это уже стало большим дефицитом. Вот и Елена Фауэр писала. Говорит, давайте закажем, скинемся. Платить нужно только за доставку. Вот. Там оказалась совсем такая незначительная сумма. Там был один желающий покрыть эти все расходы. Но я считаю, что это уже некрасиво, что Сотружество за нас закрывает вообще все сборы, все расходы, всю типографию, ипотеки и все остальное. То есть, ну уж такую сумму, я думаю, что вот кому нужны Евангелия, давайте скинемся. Там всего три с небольшим тысячи нужно собрать. И на этой неделе, возможно, уже приедет. Нужно приехать туда. Дарюши, можешь как-то с машины помочь? Я могу. Их нужно 500 штук. У тебя выдержит по весу? Конечно выдержит. У меня 400 килограмм. Их нужно привезти сюда, а отсюда разобрать. Потому что здесь сейчас все место занято четырехтомников. Мы с Сергеемскооперируемся и забросим. Да, здесь немножко мы все равно оставим. А остальное, вот кто желает сдать, можете прям Юле отдавать. Ну вот если вот все желают, там буквально по 200 рублей. Скассы возьми и отдай ей. Опять скассы. Нужно, чтобы было наше участие. Я о чем говорю? Ну это наше участие. Можно с кассы, можно взять у Андрюши из кармана. Давайте мы все скинем. Ну потому что нужно участвовать у всех. Я к этому. Язык-то держи. Смысл, чтобы мы все в этом поучаствовали. Они все время одни и те же. Как Сергей все время заказывал, а мы пользовались этими Евангелиями. Нужно, чтобы все участвовали. Молодец. Молодец. Все это было. Сергей платил, сюда приходили, говорили, люди набрасывали. Сережа говорит, все, мне хватит. Все. Сколько раз так было? Как будто первый раз такие глазеночки. Да ладно. Да нет, еще не все. Я много могу поговорить. У Нестера как дела? Все нормально. Опа. А как поподробнее? Работаю, ничего нового. А где работаешь-то? В летной школе. Отопление провожу. Ооо. В смысле? А сам? Не совсем. Поняешь? Не совсем. Я помогаю. А сам пробовал уже? Ну мне не дают. Так попроси. Попросил. Пластиковые трубы, да? Да ладно. Пластиковые трубы, полипропиленовые. На биметаллические радиаторы. Классные. Классные. Все новое. Да. Потому что газовое отопление сейчас проводят. Вот поэтому решили все отопление поменять. Кстати, я потом у нас приходил человек. Как раз таки, надо было им покрасить трубы. Вот эти, которые обозначительные. Вот эти. Газ проводили мимо нас как раз. Желтый. Я у них спросил. Можно ли потом будет подключиться к этому газу? Чтобы вот как по программе. То, что газ подводит и едешь в дом. Сказал нет. Это именно для летного училища. Это не частное. Это их личное. Нет, это их частное. Только для летного училища. А там где? Там уже не так далеко от вас. Откуда ветка-то проходит? Они не довели ее до садоводства, до нашего. Понятно. Это садоводство. У нас вот садоводство. Железная дорога. Поселок. Так ты работаешь сейчас во время каникул? Да. Работаю там. Ты вообще сколько учиться? Мне еще два года. А у тебя с учебой заводит что? У меня нормально все с учебой. У меня сессия только в октябре будет. В октябре? Ой. В ноябре. Уфрусик родила. Вы на финальную дорогу вышли? А, да. Последний год в колледже получается. Умолодец. Янафа тоже какой-то экзамен сдает. Но она, к сожалению, в молчании. У нас же квалификацию повышала. Да. По шлейному своему делу. Она сказала, в понедельник у меня экзамен. Она так прибежала, убежала. Она ночью пришла позавчера. Это завтра? В понедельник. Я с ней имел беседу, чтобы так лучше она не приходила. Я, говорит, на такси приехал. Ночью. Она никуда не годится. Угу. Что? Мама бы порадовалась за вас? Старство и небесное. Да нет, какая-то. Как бы стихизм почитать, да я здесь. У меня все не делали. Так, брат Валерий, я позвонил ему, спросил, почему тебя нет. Опять говорю, в каталажке, что ли? Или нет? А он написал, что ли? Или больной. Он говорит, нет, в каталажке не больной. Мне, говорит, больной автомобиль, поэтому я, говорит, не доехал. Доехал только до Южного и там на службу. Он вышел даже. Я ему позвонил, он вышел со службы и ответил мне. Так что сегодня он получил в плане второго автомобиля. Я скажу немножко это. Звонила Сироткина Тоня. И она звонила по какому поводу? Ну, как это было бы она, ничего сама-то. Ну, у них заболел Сергей. Признали рак, муж дочери. И поэтому молитесь, она очень просила. Поклон всем передает по-моему. Помоги Господу. Сергей. Я его записала по Сергею. Датюшка молился. Потом передавала Валентину Павловну. Тоже, она что-то простыла. Вот дни дождливые, она выходила. Буквально она немножко вышла и простыла. Поэтому тоже кашляет сильно. Кашляет, говорит, я там не смогу просто забивать буду. Поэтому Поклон всем передает, всех любит и просит. Еще хотела сказать, что я вот пишу список. Ну, мы все сейчас немощные. Я пишу всех. Батюшка уже говорит, ну сколько можно? Ну, пишу всех. И вы не удивляйтесь, что если кого-то... Вот сегодня Маргариту записала, там кого-то Гарю записала. Ну, батюшка не прочитала. Потому что у него еще там... Почему читал? Читал, читал. Маргариту читала. Кого-то там Зою записала, там кого-то может и не прочитать. Я просто тому говорю, что молиться он за всех. Молиться, что вы не обижайтесь никогда. А я пишу всех. Ну, еще... Батюшка Игоря, допустим, поминает. Я всех Игоря сами вспоминаю. Молитесь за Игоря Забоев. Молитесь, прошу, Господи, за Лену Политекину. Она нуждается сейчас в нашей поддержке. Лена Политекина. Не будем уточнять, что там как. Но она вот узнает точно, как у нее там что-то. Поэтому молитесь, молитесь. Вот. Так. Ну, еще. Я думала, вы расскажете. Мы были у Польгуевых. И я уже тут немножко говорила, а у вас спрашивала. Вы знаете, вот меня что удивило, это Николай. Вот молитесь за него. Потому что это настолько такая доброта я посмотрела. С какой любовью он ухаживает за ней. Я не знаю. Вот меня до слез это прямо поразило. И чтобы у него не иссякла вот эта любовь. Потому что долго очень ухаживать, это устаешь от этого. Чтобы у него, ну не устал он от этого. Вот. А надежде, конечно, чтобы она побыстрее поправилась. Она выглядит хорошо. Она... Надя прямо ее сразу обняла. Она... Ты помнишь меня? Помню. А как меня зовут? Вот. Она сказала на... Ага. И... Ну ей тяжело вспомнить. Она на... Да. И не может дальше... И просто я хотела сказать, вот к пожилым я обращаюсь, что сейчас такой момент у нас наступает, что мы... Иной раз даже слово... Вот... Ну... Совсем... Обыкновенное слово... Ты забываешь... Как его... Как назвать там какую-то вещь? Да. Я думала... Да. Вот тут я на сумасшла уже... Схожу иногда вот забываться стала. А тут просто со своей соседкой иду. Она у меня... На 10 лет старше Галины Ивановны Васильевны. Я про нее говорю. А от нее тоже поклон всем. Спасибо. А потом идем с ней. А на то одно слово забывал, а на то другое. Ой, да слава Богу. Ну... Не совсем. Это у нас у всех, оказывается. Я передачу послышала. Что это у нас у всех? Ну, надо как-то не расстраиваться насчет этого. Молиться просто больше и все. Ну, за Виктора Андреевича. Читайте псалтыр на русском языке. Слово Божие укрепляет и восстанавливает память. В Александре представит еще тоже операция. Постоянно вот сдавать должны сейчас тоже анализы. За нее молиться. Что он хочу лишнее выросла. Ну, Алексей Семенович Сисков. Он тоже вот болящий. Постоянно о нем помните. Уже там живого места нет. Нет такого места, где бы его не оперировали. А тут у него возникла еще такая болезнь инфекционная. Ветрянка была в его возрасте. Ветрянка, да. И вот он марился по нескольким докторам. Тут наконец я к этому доктору, о котором я говорил. Его дочь теперь занимается герматологией. К ней вот она поставила правильный диагноз и правильное лечение. Ну, вообще-то на голове осталось до сих пор только роста там большая. Я забыл. Прошу меня тоже не забывать. Я плаваю в Америке. Тебе на пользу. Последняя неделя была не очень хорошая. А сейчас будет нормально пару недель. Так что... Я под таким ливнем плавал. У меня собаки бегают на берегу. Они в такой ливень попали. Я хочу поблагодарить всех, кто молился по мне. Операция у меня прошла на ноги успешно. В понедельник снимут первые три шва. Потом постепенно будут снимать остальные швы. А на второй ноге тоже будете делать? Ну, на второй ноге у меня колено стоит на очереди. Начала колено. По замене коленного сустава. Ну, очередь где-то два года. Мне сразу, когда я вставала на очередь, дала документы. В очереди примерно два года. Из этих двух лет остается восемь месяцев. Вот я считаю каждый месяц. Через восемь месяцев подойдет у меня очередь на вторую ногу. А за эти восемь месяцев мне нужно реабилитировать стопу на первой ноге. Вот то, что сейчас мы сделали операцию. Поэтому там массажи разные, гимнастики. Лапы ее тоже заставляют. Много там. А что у вас со стопой-то было? Фарфайбус. Чего? Шишечка на ноге. Шишечка. А чего это шишечка-то? Я могу пальцы искренне. Я могу пальцы искренне. От каблучков. От каблучков. А, мне только. Ну, ты мне рассказывай. Не на силу у меня шишки. Ну, на силу, значит. Это отложение нет. Это отложение солей. И вот эта вот шишка образуется. Отложение солей – это другая уже болезнь. Я вот вам расскажу. Опа. Ничего себе. Подождите. Стоп, стоп. Не надо при мне с врачами. Нет. Я другое. Да я другое хочу сказать. Просто я в ЗУЖе прочитала давно-давно еще. У меня тоже начала образовываться и больно. Правильно? И от каблучков это. Вот. А я прочитала. Бабушка тоже за восемьдесят лет. Она говорит, а я ложечку беру деревянную и по косточке сто пятьдесят раз. И ее начало стучать. И вот и все. И она есть маленькая, но она дальше не растет. И все. И не болит самое главное. Вибрационная терапия. Ультразвук. Так, Виктор Андреевич. У меня такое. У меня дочь родилась. А вот в родстве, у свекровки, у них вот эти шишки. Родилась, еще не ходила. У нее уже шишка была. Вот. Ну, это уже врожденные изменения. Они, конечно, могут быть. Да. Это не только приобретает, но и врожденные бывают. Это я. Я хотел сказать еще. У нас сегодня будут здесь занятия по изучению Слова Божьего. по нашему трехтумнику. Поэтому оставайтесь все и косточки рассосутся. Кто будет на занятиях постоянно? Гарантирую. Если каждый раз будешь на занятиях. Молодец. Молодец. Особенно братья и сестра. Оставайтесь, не убегайте. В тот раз двое раз говорили, я говорю, отойдите с прохода. Они раз и ушли вообще. Я не сказал, уходите. Я попросил вас с прохода выйти, отойти. Мне на работу надо было. Ну, а сеструшечка твоя? Я поселев дома забыла, у меня своих денег нет. Я тебе дал бы денег еще больше. Он даже сам дает для тебя. Только останься ради Бога. Так, сегодня все троим остаются. Молодцы. Молодцы. Так, ну что, на этой ноте и закончим тогда? Я на занятия. Да. Достойная есть якова истину. Блажите Тебя, Благородицу. Присноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим. И славнейшую без сравнения с Терафим. Безыстрыние Бога слово родшую. Сущую Благородицу тебя величаем. Господи, защите Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне остановит делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих так же. Просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась с каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведные суды Твои на России за то, что оставили Тебя и Слово Твои, изреченное Святой Библией. Прости нас, Господи, Владыка Жизнь, что сокрыли имя Твое Бог и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов Клопия. А, Волочи, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твои. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Будет трапеза. Трапеза.